И к новостям региона. Впервые последний звонок для выпускников прозвенел 1 июня. С учебными заведениями региона попрощались более 7 тысяч учащихся. В торжественной церемонии приняли участие родители и родные школьников. Он прозвенел. Последний звонок в наших школах. Впереди у одних детей официальные заслуженные счастливые летние каникулы. У других экзамены, поступления, зачисления в ВУЗы. К новой жизни готовится один из выпускников – Осетия Мухаммедов. Будущий абитурент уже смог получить полный грант в один из престижных университетов Гонконга в Китае. И вернувшись на родину, намерен развивать отечественную науку. Я учился в нише с 7 по 12 класс. И очень благодаря этой школе, что она подарила очень много возможностей. И еще хочу поблагодарить за то, что дала возможность поступить за границу, а именно в Гонконг, в Китайский университет Гонконга на полный грант. «Компьютер сайнс и инжиниринг» – это программирование и инженерия компьютерная. Я бы хотел поблагодарить в первую очередь учителей за то, что они дали мне возможность изучать более глубокое понимание науки и в общем в целом всех дисциплин. И также кураторов и одноклассников за то, что они помогали мне пройти этот сернистый путь. Я хочу развивать науку, я хочу развивать именно, продвигать науку среди классноской молодежи. Сегодня Назарбаев интеллектуальную школу закончили 67 учащихся. 27 выпускников будут обучаться бесплатно в элитных университетах мира. Педагоги считают, этот высокий показатель – лучший результат их труда. Это доказательство высокого качества их образования. Безусловно, результат политики трехязычия. Обновленная образовательная программа выделяет наших выпускников. Они и их знания, вклад в развитие науки страны. Дети оправдали ожидания учителей. В будущем это люди, которые будут стремиться наращивать потенциал страны, развивать экономику, создавать отечественную продукцию, осваивать науку и технологии. Отметим, в регионе 14,5 тысяч детей закончили 9 классы. Больше 7 тысяч стали выпускниками 11 классов. Впереди подростков ждет сдача государственных экзаменов и прохождение единого национального тестирования.